Дорогие друзья, это блог-влог-шоу, программа журнал номер один у хоккея Казахстана, головой облёт. Меня зовут Артём Буланов, и я только что приземлился в Уральске, и меня ждут очень насыщенные дни. И, как всегда, я покажу вам всё самое классное, всё самое вкусное и самое интересное о закулисье казахстанского хоккея. Наверное, не все знают, но я действительно из города Уральск. Я всегда говорю, что в НХЛ только стремились, но и в национальную сборную Казахстана. Сколько исполнилось? Поздравляю. Молодец. По той фотографии в джерси Орлана, которая просто всех сразила на пола. Побывал в Орлане, ну и в ФТШ был, скажу, здесь. Здесь условия, ну, ничуть не хуже. Мы не жалеем денег, ничего, то есть всё, что у нас есть. Где Буланов стоит и белка? Давай, давай, ребят, давай, собрали, собрали, собрали. Мой однофамилец Макс Буланов здесь. Страшно. Какая программа номер один на хоккея Казахстана? Головой облёт. Смотрите, головой облёт! Итак, друзья, выпуск из Уральска состоит из двух частей. И кто не видел первую, срочно ставьте этот выпуск на паузу и на канале Головой облёт найдите тот самый первый эпизод. Он точно достоин вашего внимания. Там я познакомился с тренером, первопроходцем, хоккея Шайбы в Уральске, Линаром Гатиятовым. А также с мощной и душевной семьёй Пустобаевых, которые открыли какой-то совершенно космический и не знающий аналога в стране спортивно-хоккейный комплекс. Для горожан и здесь теперь будут растить хоккеистов для Бориса и сборной Казахстана. Таких как Ансар Шехмедзенов, чьё изображение красуется, кстати, на стенах этой мега-арены. Он для уральского хоккея мега-звезда. В общем, первую часть из Уральска вы просто обязаны посмотреть. Там я ещё говорю об уровне преступности в городе, и вам будет точно полезно узнать много новых фактов. А мы залетаем во второй эпизод. Ой, здорово! Как рад я тебя видеть на нашей земле. Ты прям прилетел в... Большое спасибо тебе за приглашение. ...центр. Тебе спасибо, что поддержал нас, приехал. Тебе большое спасибо за приглашение. И погнали уже в машину, потому что Уральск, блин, жёстко холодно. Почти, дубак. Все говорят о глобальном потеплении, но это всё... Я вам отвечаю. Как дела? Нормально. Головой облёт на тренировке молодёжной команды «Ястребы Уральс». К этому клубу предстоят очень непростые матчи в плей-офф молодёжной лиге. Но это будет очень интересное противостание, и головой облёт обязательно будет за ним следить. Первая в истории хоккейная команда из Уральска, играющая под эгидой чемпионата Казахстана, «Ястребы». Это, между прочим, ещё и самый богатый клуб молодёжной лиги. Ну, по крайней мере, в следующем сезоне они таковым точно станут. Им, согласно порталу государственных закупок, выделят 400 миллионов тенге. А это даже больше, чем у ряда команд профессиональной лиги в нашей стране. Поэтому, возможно, «Ястребов» ждёт серьёзный ребрендинг, и они будут больше взаимодействовать с аудиторией и вне Уральска, за пределами города, знакомя их со своим брендом. Сейчас же это крепкий локальный коллектив, у которого в музее есть бронза и серебро молодёжной лиги «Жастар». А также очень мощные и преданные болельщики. Настолько мощные, что с их мнением руководству однозначно скоро придётся считаться. Парни в Уральске собраны со всего Казахстана. География впечатляет. Есть и очень сильная группа атаки из России. Они сегодня лидеры «Ястребов» и «Статистики». Парни в Уральске Усилились. Баттер Маркабай приехал. Как удалось Баттера забрать? Ну, то есть, он же с Алматой. Кто вёл переговоры? Наше руководство вёл переговоры. Связались с ним. Обговорили. А я хочу обратить внимание, посмотрите, какая заливочная машина в Уральске. Я такие вообще не видел. Это что за серьёзный аппарат? И с каких годов? Да, это наш раритет. На фар, да, такие? Да, да. Не меняйте, чтобы лёд был особенный. Да, да, да. На играх атмосфера классная. Болельщики у нас очень крутые. В этом году создали свой фан-клуб «Yellow Blue Fans». Там всегда набирается какой-то фан-сектор. Болеют, барабан, кричат. Нам это очень нравится. Мы это чувствуем. Друзья, кто не знает, рядом со мной Анастасия Маслова. Это прекрасный тренер клуба «Динамо». Тренирует детей. И подписчики «Головой облёт» могут её помнить по той фотографии в джерси Орлана, которая просто всех сразила на повал. Это же вы были? А как оказалось у вас в джерси Орлана? Почему именно? Вы в «Фокшитау» были или просто тренировка это была? Нет, я и была в «Фокшитау». Я каталась в «Фокшитау» в моем месте. И Майку просто один из игроков подарил. Я в ней каталась. Я мастер-шпорт в «Хокею». Играла два года назад. Закончила после «Гравмы» и всё. И теперь фильм будет 10 детей. А вы когда ту фотографию в интернете увидели, как-то удивились, что я её закинул, что она набрала столько отзывов крутых, все хотели с вами познакомиться? Да, я удивилась, потому что обычно фотографии девочек у нас не закидывают хоккеисты. Кстати, да, это, блин, большая ошибка. Да, очень большая. Столько таких у нас девчонок красивых хоккея, настоящих алмазов. Будем закидывать, головой об лёд всё исправит, обещаем. Данил, приветствую тебя. Спрашивал у ребят, кто, ну, там, заливщики, я не знаю, ну, местный, кто персонал. Говорю, вот, кому сразу надо подойти? Все называют твою фамилию, говорят, вот, наш сборник, типа, гордятся. Сам вот чувствуешь вот это, то, что, ну, на тебе особый такой вот момент лидерский, что должен в плей-офф вести команду? Конечно, зачувствую. Тренера всё время говорят. Да, сейчас готов, покажем, всё будет чётко. Как вообще в раздевалке? Смотрю, раздевалка небольшая, маленькая, как атмосфера? Все друг друга видите, общаетесь? Это отличная атмосфера, все, да, все друг друга поддерживают, смеётся, хорошая вставка у нас всегда. Кто тут сам зажигает, подрывает себя? Найка и Вася. Вася, покажись. Вся лига боится. С менталом нашего. День рождения? День рождения. Сидан, сколько исполнилось? 19. Поздравляю. Спасибо. Молодец. Что подарили-то тут? Хорошее настроение. Самый главный подарок – перейти у нас. Ладно, до финала дойти. Конечно, выиграть кубок. Других не отпало. Ты первый раз в Урт приехал, ещё и заиграл здесь? Был, в первом, всё время. В общем, в целом, команда встречалась на сферу. Отлично, всё. Приятно, всё равно. Спортом пахнет здесь в этой раздевалке? Да, конечно. Большими амбициями, победами. Да, конечно. Только на это чемпионство будем. Ну, я очень счастлив, что программа «Головой облёт» наконец-то добралась до Уральской. Это такая дальняя точка, очень интересная, неизведанная. И я очень поражён, сколько же детей занимается здесь хоккеем. Это просто невероятно. Даже коллеги отметили, что очень много детей, вот несколько тренировок, плюс ещё играла команда. Как удалось добиться, чтобы хоккей стал более-менее массовым здесь, в этом регионе? Да, ну, история вообще длинная, конечно, у уральского хоккея. Она, наверное, насчитывает, наверное, порядка 10 лет, если не больше, развития своего. То есть начинали совсем, наверное, с кружка, просто кружок какой-то был там хоккейный, потому что дети свои занимались, старшие. Не надо было чем-то заниматься сами. Когда-то в детстве золотая шайба, Советский Союз. Вот. И Ледовый дворец построили, когда мне было 27 лет, а в 2001 году. Детей старших надо отдавать. Ни тренеров хоккейных, ни школы, ничего не было. То есть, хотя школа была открыта, конечно, не было-то отделения хоккея шайбы. 97-2002-2003, наверное, это была одна команда, которая насчитывала там себе максимум, человек 15-й, не было вообще, не получилось. То есть, ну, кстати, из них вот один Борис сейчас играет, танцавший билет. Вот это истой, как раз из тех ребятишек, которые в тот момент они выезжали, помню, начали от Казахстана. Всем где-то проигрывали в 28-0, если не в 38-0. Но при этом парень Борис сейчас. Да, 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 из тех ребят. Ну, через несколько лет, ну, буквально там, наверное, года три-четыре так и посмотрели мы. И пригласили как бы себе тренера. Тогда не было Инстаграма, не было Ютюбов еще. И, ходя по школам, по детсадам, не хоккейного города, конечно, было трудно собрать детей. Ну, все, что было, любители, как говорится, все приводили. Сейчас, конечно, благодаря Инстаграму, Ютюбу, соцсетям намного проще собирать. И вот результат всего этого видео. Наверное, все-таки какая-то авра присутствует у нас здесь, в Ледовом, в команде Ястримов. Как вы игроков отбираете? У вас много лидеров в команде, получается? Ну, лично я не участвую в этом подборе, да, и я все это оставляю на работу тренера, главного тренера. Вот они собирают команду, как бы, и когда у нас был Ренат Амарбеков, конечно, вот его тоже у меня немалая заслуга, он собрал хорошую команду. Я, буквально, за две недели произошло, то есть, когда мне дали добро на создание команды, за две недели мы быстренько, мне повезло, чтобы мы несли Амарбекова, Рената, и он уже собрал быстренько. Буквально за две недели у нас собралась команда. К нам приходят ребят, которые, как говорится, терять нечего. И они просто духовиты ребята, бьюти. Вот таких вот. Мы не жалеем, то есть, ни денег, ничего. То есть, все, что у нас есть, все, что положено команде, все мы выделяем. Поэтому мы не ущемляем ребят ни в чем. Ну, вообще, в целом, мало рекламы спорта. Это билборды какие-то и в целом упоминания. Вот не было идеи какой-то, чтобы, может быть, даже поговорить с руководством области. Какие-то все-таки ястребы частенько в финале играют. Может быть, как будто билборд, приходите на хоккей. В целом, популяризация бы тоже была хорошей. Команда у нас молодая. Как сказать, команда не в смысле руководящего состава. Команда у нас тоже молодая. Поэтому здесь же нужный маркетинг. Должны быть маркетологи хотя бы, которые будут заниматься. Потому что у нас, ну, еще раз говорю, штат ограниченный. И у нас все нацелено как бы на хоккей. А на рекламу как бы у нас пока... Ну, мы идем к этому вопросу. Я думаю, скоро у нас появятся автобусы разукрашенные. Ястребуем уже. То есть, уже есть договоренности устные. Ну, и на билборды и так далее. То есть, я думаю, бюджет теперь будет позволять. Мы сделаем хорошую рекламу. Вот такой вот небольшой инсайд для зрителей головного облета. У Ястреба скоро появится свой брендированный автобус. И, соответственно, автобус есть. И всех, конечно, зрителей волнует вопрос, что будет ли главная команда, да, взрослая. Есть ли вообще разговоры или пока это все далеко еще. Ну, естественно, без главной команды какое дальше развитие. То есть, ну, спасибо нашему руководству области, что выделили деньги на молодежную команду, да, и уже дети, которые сейчас вот только начинают заниматься, потом есть более старшие дети, уже есть перспектива, куда идти. Будет, я думаю, и старшая команда, ну, в пролиге, которая будет участвовать. Ну, это дело времени. Просто сейчас катастрофически не хватает льда. Если появится взрослая команда, значит, у нас не будет молодежной команды. Не будет, и мало будет льда детям. То есть, ну, все так как бы завертывается. Поэтому пока мы ограничились молодежкой, на данном этапе, дай бог, мы построим еще один льдовой дворец, ну, и тогда уже задумаемся, конечно, на опорожке. Станция какая, самая прям кайфовая. Надо будет забирать кубок в Уральск, привозить его. Было третье, второе, осталось только кубок. Скажу так, побывал в Орлане, ну, и в РТШ был, скажу, здесь. Здесь условия, ну, ничуть не хуже. Даже, я скажу, здесь как-то комфортнее здесь. Ну, удобно все. Все рядом, все здесь есть просто. Ну, для того, все есть для того, чтобы просто хоккей играть. Я вот заметил, что, например, там полударцы с полударцами, вот ребята, которые приехали, они со своей группой, ну, как-то вот так, чуть по группам поделены. Есть такое или нет? Здесь не то, что кто-то как-то по группе, просто, ну, кто-то в тройке, кто-то с кем живет, и вот так. А, то есть пообщению, да, кто с кем больше общается, да? Я думаю, везде так. А ты с кем живешь? Я с Богданом Куменом. Команда дружелюбная. Все мужички, как бы, все в общении. Команда хорошая. Мой однофамилец Макс Буланов здесь, в уральских ястребах. Я всегда, ну, когда только ты появился в команде, всегда, ну, многие болельщики шутили мне, скидывали, писали. Ты, ну, слышал это? Может, я тоже что-то, кто-то говорил? Ну, да, сказали. Вот Артем Буланов есть такой зашел. Не спрашивай, родственник, может, не родственник. Что-то прошло. Ну, как попал в Ястребы, в Уральские? Как себя ощущаешь здесь? Как атмосфера? Да, попал в притязонку, в России проходил, и все, и там не получилось. Все, и оставался шанс. Вот, только сюда приехал. И все, и команда, и все, вообще все прекрасно, отлично. Все друг с другом, как бы, хорошо общаются из этого, и вот на четвертом месте. А сам из какого города? Родился в Верхней Пышме, в Средневосковой области, а так с Челябинска, он там 5 лет был. В принципе, Челябинск отсюда не так далеко, да, насколько я знаю? Ну, километров 800, вот он. А никто на игры не приезжал, семья, родственники, нет? Нет, там работы нет, точно нет. Ну, Верхний Пышме, привет, передавай. Привет, мама, папа. Вот он, сторожи уже, легенда клуба. Три года в команде молодежной лиги здесь. А сам напомни, чей воспитанник? Тимиртау. Тимиртау, прямо именно Тимиртау, не Садпаев, именно Тимиртау, да? Серебро, бронза, ну, надо уже золото везти, я думаю. Да, надо уже золото забирать, потому что в первый сезон мы заняли третье место, во второй сезон мы проиграли в финале Борису, и в этом году, я думаю, надо уже золото забирать. А я вот обратил, тебе сколько лет? Двадцать. Двадцать, да? Я вот обратил внимание, все вот там веселяются, ходят, шутят, а вот у тебя такой, знаешь, взгляд упрозревший, вот ты уже как будто все повидал, уже три года здесь такой, как мудрец ходишь. Вот скажи, о чем думаешь? Уже все, ну, то есть для тебя это не шутки, это серьезная плей-офф, да, работа? Да, я думаю, настраиваюсь себя посерьезнее, просто отношусь к тренировкам. Просто еще раз спрошу, вот ребята не знают, ты тоже им объясни, какая программа номер один на хоккея Казахстана? Головой облет. Конечно, все, уважуха. Время 19.36, приехали на тренировку детей. Ребят тренирует сам Ленар. Мы посмотрим, как все происходит. Интересно узнать, увидеть мальчуганов, пообщаться с ними. Тема, Тема, не пропусти вот этот мотоцикл, стой, 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 смотри. На улице, понимаешь? Не большая, но она есть. И влюбленная пара, смотри. Романтика. Обратите внимание, на самом деле, сколько занимается детей вот сейчас. Это же круто. Влюбленняк. Да! 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 Очень интересно расположены скамейки запасных. Команды, хозяев и команды гостей. По сути, они раздельны лишь маленькой перегородкой. То есть, вот интересно, когда идет молодежная лига, получается, обе команды слышат, о чем говорят соперники, какие подсказки дают наставники. Я такое впервые вижу, это реально такая фишечка уральская. То, о чем я говорю, две команды соперников разделяют перегородкой, можно просто пройти. Нормально. Ты еще где-то такое видел? Нет, нигде не видел. Ребят, что там, бойся они? Так примерно они общаются, да? Ставка на спорт! Здравствуйте, приездом вас. Смотрите головой облет? Конечно. Серьезно? Серьезно. А у вас что-то играет, ребенок или как вы здесь? Нет, у меня пацана я привез на тренировки. Сын? Сын. Ну, сын играет, да? А у вас в каком возрасте? У меня 11-го года. 11-го года. И вы уже сейчас смотрите головой облет, чтобы знать, что происходит в Казахстанском хагея, правильно? Ну, я головой облет смотрю, когда вы только в начале... А, с самого начала? С самого начала, приятно. Приятно. Я на вас подписан в инстаграм. Приятно, спасибо, все очень приятно. Не за что. А вас как зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, очень приятно. Я всегда говорю, что я делаю это для того, чтобы через какое-то время показать, как ваши дети играют в сборную Казахстана. Так что, надеюсь, у вас сын будет составить сборную Казахстана когда-то. Ну, надеемся. Но мы сейчас играем за команду Кокуран, город Чжимкен, за 10-й год. А, с ты ребенок у вас здесь играет, да? Здрасте, да. Очень развивается. За столько лет. А как с экипировкой в Уральске? Все ли есть и сколько стоит в городе тоже, как везде? Уральске нету, ничего. А вы где заказываете? В России где-то заказываете? Ну, конечно, да. То есть здесь таких профессиональных магазинов нет, да? Таких нету. Ну, один только у нас здесь, все, больше не знаю. Смотри, какая красота. Здесь даже швабра – это клюшка. Да, понял. Это ты сделал, нет? Очумелые ручки. Очумелые клюшки. Как дела у тебя? Нормально. В хоккей нравится играть? Да. А почему? Чем тебе нравится этот спорт? Кашля. Кашля. А тебе вообще сколько лет? Такой маленький ты. Четыре. Аж олег. И ты хоккеист уже, да? Ничего себе. Почему выбрали хоккей? Это очень такое, знаете, прям мужской настоящий вид спорта. Папина мечта. Папа у нас болельщик Боруса. А, да вы что? Да. Классно. Давай кулачок. Надеюсь, однажды вижу тебя с горной Казахстана. Да. Будешь работать. Спасибо. Красавчик. А как зовут? Чтобы не все знают. Орлан. Как? Орлан. Орлан? Здесь. Эй, и на кулачок. Хорошо? Угу. Только на кругах, если ты будешь стоять, чтобы в одном направлении все работали. Потом, когда приехали в другом направлении, да, только блин, прям за этим надо смотреть. Смотри на змейки, на виражах. Более-менее показываешь. На виражах тогда я здесь буду на переходах, а здесь на кругах. И прям три возьмем концепции. Короче, они должны сделать по три раза, получается, на каждой станции. И потом смена упражнений идет. Ну, то есть вторая-вторая серия и другая разновидность упражнений. Не надо, а Серега что делать, я не помню. Ты этот, как его напиши. А что здесь вы делаете? Где Буланов стоит и пепелка? С одной стороны, с другой стороны. Бэ. Бэ. Все, пойдем. Все, давай, последнее работаем. Давай, давай, ребят, давай, собрали, собрали, собрали. Давай, давай. Боу. Боу. Офигеть. Я бы никогда не мог подумать, что в Уральске столько детей занимаются хоккеем. Нет, ну правда, я в таком приятном шоке. Просто в шоке. Я никогда бы не подумал. Вот мы ходили по городу, спрашивали людей о хоккее, и что-то там как-то... Все так отвечали робко, стеснительно. А сейчас мы пришли на тренировку детской команды. Я просто в приятном, в приятном шоке еще раз повторюсь. Удивительно. Это говорят, еще сегодня нету каких-то ребят в других майках. Березовок, что ли. А кого сегодня нету? Каких? А, что-то березовых нет. Березовок нет? А сколько там человек? Плюс 38. Еще плюс 38 человек. Ну это вообще здорово. Все по плану? Все тренеры задействованы, все помогают. Концепция Динамо, вот, новая, да? Одна из, как бы, из таких пишет, что вот у детей есть, чтобы нам было легче, чтобы мы не говорили там, эй, эй, а звали их по имени, это уже нет них. Сначала в молодежку попасть, а потом уже, может, из-за сборной. Какая цель у тебя в этом виде спорта? Так, профессионально. Ты играешь за какую команду? Хотела в Тампо-Бэй. Тампо-Бэй? Нормально. Тут у тебя люди в Тампо-Бэй уже стремятся. Да, я не всегда говорю, чтобы в НХЛ только стремились. Но и в национальную сборную Тахстана, это в первую очередь. А кто из казахстанских хоккейстов тебе больше нравится? Ансар Шаихмеденов. Ансар? Почему? Ну, она этот с Уральского спит у них. Приятно, мы знаком. Да? Ну-ка Ансару, привет передавай. Здорово, Ансар. Всем привет. Я Ансар Шаихмеденов. Наверное, не все знают, но я действительно из города Уральск, западно-казахстанской области. Начинал свой хоккейный путь именно здесь. И до 13 лет занимался в Ледовом дворце спорта в Уральске, прежде чем перейти в систему клуба «Борис». В то время в регионе хоккей не был развит, как сейчас. Не уделялось столько времени, внимания и средств для развития. Я и сейчас каждое лето готовлюсь и занимаюсь во дворце в Уральске, когда есть лед. Хотел бы выразить свою благодарность своей семье, всем своим землякам, родным и близким, друзьям, руководству и всех людей, причастных к хоккею в Уральске. Я очень рад услышать, что открылся новый центр для зимних видов спорта, в частности для хоккея. Также очень рад, что есть молодежная команда, которая выступает в Лиге Жастар. Я считаю, это огромный шаг вперед. И надеюсь, что со временем будут все больше и больше воспитанников из моего родного города, которые будут защищать в честь ястребов из Уральска, других клубов и нашей сборной. Нет ничего невозможного. Самое главное – работать, ставить цели и идти к целям, несмотря ни на что. Как дела? Нормально. Нормально? Да. Какая цель в хоккее? Попасть на ХЛ. Какую команду? Болорадо. У вас как дела? Четко. Почему хоккей именно? Почему не другой вид спорта? Да, все в семье играют. Все играют? И ты сам в хоккеист? Да. Цель какая? Минхейл играют. Минхейл? Да. Следишь, смотришь? Да. А кто из казахстанских хоккеистов тебе нравится, вот импонирует, манера? Че нравится? Гатиядов. Гатиядов? Молодец. Знаешь, где он сейчас играет? В Финляндии. В Финляндии, да. Как жизнь молодая? Нормально. Нормально? Да. В школе какие оценки? 3-4. 3-4? Ну, хоть честно, хоть честно сказал. Но больше времени спорту уделяешь? Да. Цель какая? В Минхейл заиграть. Нормально? Да. Шутов. Шутов. Нет, больше как так симпатизирует. И, наверное, Мейдер сорвать. Мейдер, да, есть. Головой облет программу знаешь? Да. Папу, наверное, привел. Не пожалел? Нет. Цель какая? Попасть в лучшую лигу мира Нормально. Ты считаешь, что Нормально лучшая лига мира? Ну, не пролигусы? Нет. Нет, все-таки НХейл, да? Да. А какая команда? Да там без разницы. Там любая команда лучшая. Перспектива будет с мацанок? Да, почему бы и нет. Вообще, отличные парни работают, стараются усердно. Главное, позитивно я смотрю. Да, все равно. Паш, но в НХейл ты точно попадешь? Тут все хотят в НХейл, я думаю, ты по-любому попадешь. Сколько хочешь зарабатывать? Какую сумму? Не знаю. Ну, сколько тысяч тенге надо для жизни, как думаешь? Нет, нет. 350-400 тысяч. 350-400? Да. Слушай, да ты такие деньги можешь в чемпионате Казахстана получать. В НХейл, наверное, в долларах будешь получать. Да? 350-400 тысяч долларов. Влад, какими судьбами в хоккее? Почему? Ну, пришел играть, завоевывать на высшей лиге. Стремиться к успеху. Да и так вообще, и в удовольствие играю. Нравится очень. Ну, хоккей. Хоккей в Уральске, это круто? Да. А цель какая у тебя, глобальная цель? Попасть в высшие лиги. Как я? Да. На кого равняешься, из, может, казахстанских игроков? На кого равняешься, за кем следишь? Ну, слежу за Старченко. Опа! Интересно, Старченко Рома, да? Легенда наша. Слушай, ему будет приятно. Давай Роме привет передадим. Он смотрит головой блюд, кстати. Здрасте. Здрасте, Рома. Мы играли, у нас единоборство, и всегда мы играем на интересы, на какие-нибудь желания, там, фишки. Но сегодня мы решили поиграть на те, кто проиграет, поют песню. Но сегодня особенный момент, потому что эта песня не простая, а о гимн Республики Казахстан. Мир на земле, мир на земле, Чудо мой, гимн, гимн. Мы, болельщики казахстанского хоккея, держим кулачки за уральский хоккей и верим, что он откроет для нас еще много новых имен. Главное, чтобы была поддержка со стороны государства, честные и чистоплотные руководители и энтузиасты-родители, чей огонь и вера в душе не угасает. Ну а я, Артем Буланов, и программа «Головой облет» продолжу рассказывать вам о самой лучшей игре в Казахстане и только топовых людях в этой индустрии. Смотрите «Головой облет»! Субтитры создавал DimaTorzok